присадебное хозяйство значит дело о чем я вынужден вынужден отлечься к последней минуту ну вот как будто нарочно они знают эти библиотекари что я уже приуныл что последние годы все библиотеки отказались выписывать пересадное хозяйство упомянул она пошла искала искала нашла вот это как будто на руси единственное принесло вот видеть питался года щас да да это особо не правильно а теперь внимание сейчас вы такое видите вот это вот я отсюда фотографировал ничего не выдумал но к этому мы подойдем постепенно почему потому что к сожалению двадцать первом году до двадцать втором году двадцать первом веке все стало еще страшнее видите вот смотрите специально единственная посмотрел когда-то было три миллиона из благодаря своей вот этой вот я ставим политики барыша и статьи врагу не всегда был один называется железу еще раз это с номера на 15 год видите я подчеркнул меня он против собой убьют эти каких эти 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 самые ну ладно проехали только хорошим страшные ошибки которые потом когда мы это когда с моей подачи сафронов связался с автором этой статьи так и он этот автор статьи не отказался практически ни от чего единственное сказал что железа уважает ну посмотрим как уважает вот комедия течение возникает на месте ран который следует защитить это как у вас допустим рано где-то на руке до ноге и вот наконец она зажила остался шрам или еще знаете там может быть еще сукрови сающая это представляете в это время приходится на череда раз хирург он судами на слоге так нет непорядок берет сказать и вырезает всю рану до живого видите а самое страшное что мало того чтобы из маленькой раны сделать огромную убрать комед который является лечебной смолой убрать комед еще раз которая а потом ранний осень а когда же она зарастет то она даже если вы расковыряете она все равно не значит я себе подготовил одну вот это фильм это ленинградская область у людей абрикос зацвел я уже не буду хвастаться но зацвел а у него конечно мне стыдно было там 35 или 38 и что это думали что не будет рад но откуда я знаю почему рано получилось я как бы я как бы причастен откуда я знаю но получилось рады а там сыр из них а там может быть и под снегом это рано это не знаю но взял человеке на силу это он считает что она радуешь это расковыривает а все а у всех этого то руки уже держит за маску саму за базу и то и другое третье опасных вот вот у меня и пример вот он из санкт-петербург смотрите сюда и так большая ошибка что еще и осенью чтобы до зимы была страшная рана а дальше снова мороз вот это страшно нужно вычистить всю кометь а скажите если бы там я когда воевал специальным козертов они не могли меня игнорировать почему многие статьи вот такие вот выглядели такими глупыми что им пришлось со мной вступать в переписку мало того я общался отдельно с одним из редакторов когда я спросил какое у вас образование дачная вот так она ты дачная а что такое дачное образование это две три четыре десятка этих невежественных советов естественно пропускает все любое это если чек кандидат на ух вот этот автор и готов почему же они не пропустить это откуда назад вот правда надо зачистить это живой ткани а потом смотрите смесь глины замазан свежим коровиком вы знаете такой свежий коровик это то что это вот сейчас лепешка из этого то есть корова на фото подобрать и вот это вот свеженькая вот надо взять и зачистить и это на полу серьезе а почему а потому что в девятнадцатом веке это и было придумано а в двадцать первом еще взамен не было придумано а придумать на два следующих если бы это знали если ученые проведите эксперимент какой 100 деревьев абрикосовых и еще 100 выросли год-два-три начинаете за ним не издеваться морозобойный вырезайте а другие морозобойные торты еще потеряем я 20 лет говорю нету никакое основание чтобы взять морозобойный и начинать лечить лучше не лечить не трогать не трогать комит комит а везде пишут комедии течения болезнь она тут не применил слова болезнь но на этом прекрасно подразумевает раз надо ее вырезать болезнь видите что это еще анекдот это еще семечки вот некоторые продавцы предлагают до меня смотрите я продаю предлагает некоторые вот а я самый лидер в этом деле семена абрикосов за немалые деньги объявляю рекламе что они морозостойки да я говорю они по ссылке они самым растут и в мире так при этом описывает какие будут плоды варшие сортов а я не говорю сорта я говорю клоны меня хрен поймаешь за это за это место предлагает их и в качестве подвоев да я предлагаю качестве подвоев иначе мне не было бы роскошных сортов со всего мира начиная с канады и кончаете вот почти рядом с дальним востоком какой процент правды эти же продавцы на меня глядите дают такие ориентиры чем меньше косточка тем культурный сорт чем меньше тем более морозостойкой будет да я даю это чем крупнее плод тем крупнее косточка чем меньше плод тем меньше косточка это касается абрикосов практически 100 процентов я испытал полсотни сортов я не не это не видел ни одного чтобы было огромный то есть маленький плод с огромной косточкой или их можно где-то есть такие но за пределами этого на россии то же самое с листами если все они крупные можно дать хороших плодов если мелкие лучше привить да я так и говорю я не даю гарантии что крупные дадут крупные плоды крупные листья крупные плоды вот ну по крайней мере хоть какой-то ориентир вы же когда заблудились какие-то ориентиры ищите они можно еще дальше заблудитесь а может быть и дорогу найдете по каким-то приметам вот один из примет листья чем ширше тем они могут дать более культурные плоды и вот теперь автор который так меня любит если деньги немалые да немалые 25 рублей косточка а для своих 20 рублей и так далее не ловитесь на эту удочку у людей это способ зарабатывания денег как она мне не любит большая ошибка естественно слова сибирь сибирский так как вид абрикос сибирский у нас не растет правильно я говорю есть сибирский абрикос это кустарник он не имеет никакого отношения человеку которая задалась этот вопрос чтобы выглядеть умнее да сибирь сибирский абрикос сибирский это целый вид это эндемик все правильно кто бы спорил выглядит как будто это можно конечно сеть кочек абрикоса маньчжурского я сколько я говорил лет переходите на может приезжайте ко мне в гости закажите я вам подарю я уже всем говорю вспомните 25 трехлитровых банок сайта каждым там по 1000 или по полторы которые растут на юге сибири дальнем востоке но такие сеянцы скорее пойдут на подвой до плоды точно будут мелкими и низкий вкусовой качеств но прошло время за это время уже понятно вы принесли вот этой статьей бред почему потому что вы не даете развиваться и кто-то же вас все равно хоть не три миллиона 200 тысяч человек услышит эти 200 тысяч человек читают и они ко мне никогда не обратятся с вашей среды нашелся в ауле на лице сколько раз я говорил еще буду говорить и на тот момент директор мяско института от черябинского университета точно и вот когда у него получились из моих вот этих вот не мелкие низких а крупные до 40 грамм практически все вкусные вот выдержали морозы до минус 38 выдержали возвратные заморозки до минус во время свете минус 8 но сейчас то понимаете если что-то вы сделали уважаемая ученые садоват если уж вы считаетесь ведущей абрикосовод россии понимаете ну раз вы совершили ошибку раз им принесли куда-то да исправьтесь вы оказывается она до сих пор и это только наши библиотеки перестали выписывать да я перестал выписывать ну возьмите в этом представительном хозяйстве допишите уже другое как-то исправлять то надо а то так все и повисло а потом тебе резюки след за вами уже железов которые это у которого косточки вырастет из абрикосов сквозь жердели запятая дички а это про меня пишут а это мошенничество и обман это из-за вас-то все они-то не выращивали абрикосы они как попугай а вы-то выращивали я смотрел на ваши абрикосы я удивлялся что у вас хоть что-то растет они деревья завечены как-то еще умудрились выращивать и вас уважаю за это но не надо быть таким мелочными и напоследок есть такое мнение одного небезызвестного садовода косточки абрикоса не заглублять при посеве понимаете вот этот человек да мне поверил это же не я это мне фотографии прислали а там на еще написано ну хотя бы на этой фотографии сомнение сомнения есть что ведь сыновья банджорса есть только в одном саду на всей планете догадайтесь в чем саду вот и какого вот это вот самого это вопрос принципиально это вопрос вопросов я эти кундаси его обращаюсь вы это все знаете но мы сегодня три речка появится среди там полсотни а для кундаси его вы понимаете мы можем все исправить только несколько исправить несколько принципиальных ошибок вот очередная она есть такое мнение небезызвестного сына почему нельзя было написать железом пусть даже в дураках бы выставили не заглублять при посадке смотрите она причину называет она просто не заглублять и дальше ругаться нет она честно написала иначе не заглублять иначе нижняя часть штамба оказывается в земле и со временем загнивает и вот тут казалось бы да она написала к этому времени книгу а там 5-6 сантиметров а это она как книги у нас смотрят книгу видят фигу это еще немного людей а плюс еще 200 тысяч вот они вот они природе и косточки перестают на поверхности это не к ним вопрос к ней не проводили ли вы эксперименту мне кажется все это она сама сочиняла потому что если бы человек он бы написал железу они безызвестны сюда вот это уже как сказать правка редакторская вот может меня не хотели обижать лучше бы моя фамилия была и так нижняя часть штамба оказывается в земле и загнивая в природе ведь косточки порастает на поверхности правда одна из тысячи может не проводили вы таких экспериментов как можете прокомментировать совет сеть косточки по поверхности и вот тут вот так можно было плохо сделать вот стадии кировской области 5 вот если вы от ответ нашего это супер специалиста московский ботанический сад если вы все эти косточки летом и осенью то необходимо заглублять на 5-6 сантиметров я представил себе все ли это осень зиму смотрим дальше если посев производился весной вы согласны что семя доли будут под землей нет я показывал где семя доли там где скорлупка если посев производится весной после искусственной сертификации то можно на два сантиметра спасибо за два сантиметра спасибо но лучше бы пол сантиметра вот а дальше одна из ошибок страшных уже не есть уже раз это раз уже прозвучало 5-6 сантиметров книги но не можете психологически отказаться от этой ошибки теперь на всю оставшую жизнь будет так ну какую причину можно было придумать сеянцы прекрасно разберемся сами как им расти и где у них находится корневая шейка уважаемый супер садовод от садовода любителя брошенного металлурга объясняю что корневая шейка это генетически расположена там где расходится росток с корешком и всегда там будет находиться и если вы закопали на 5-6 сантиметров это не значит что вот здесь вот он росток чтобы здесь она теперь будет вот здесь она не будет она вот здесь гниет потому что корневая шейка это особое место которое выдерживает будучи незакопанные деревья в идеале который все это в незакопанные кости выдержит это это я кундасе обращаюсь ради бога сделайте передачу приедьте ко мне у меня еще полно костик мы вместе посадим их весною просто возьмем посадим вы покажете всей стране а умоляю вот как иначе то вы понимаете все все любые эти когда я высылал статьи крупнейшие газеты часть про проскакивала а часть нет с ума сошел вообще наоборот все наоборот у меня единственный человек это светлое пятно в моей жизни вот главный редактор вестника садовода ребрик наверняка вот сегодня по крайней мере просто собор по денег он был с нами почему он не боялся железу печатать заглубляя кости земли вы предоставляли а вот вот молодец вот тут не не и сколько раз говорю указались о прием каждого приема есть свои заглубил предохраняете неблагоприятный фактор совершенно верно я вам это сто раз говорил до природе их никто не заглубляет они падают с тысячи проставить единицы внимание с остальными что-нибудь случается в конце концов лучше отгрести внимание от стволиков сеется в лишнюю землю когда они взойдут чем разбрасывать кости по поверхности железом никогда не говорил разбрасывать по поверхности то что видно как что они разбрасывать надо просто попробовать самому надо закопать неглубоко надо поливать поливать надо чтобы они просили полную сертификацию вот и в нужный момент зашли нужны знаете двумя неделями позже посадил бы он они бы не зашли еще бы год ждали существует связь с небом мы об этом еще будем говорить у меня масса примеров это наблюдение особое вот еще раз две недели позже может быть зашли бы но уже не все почему потому что у них разный характер даже как люди один пошел воевать второй пошел спать третий пошел работать вот это четвертый на другой бок появился они такие же как люди у них каждый свой характер уже бы взошло половину еще бы две недели зашла бы одна десятая самые такие вот ленивые но мы зашли бы а соли бы ждали еще вот вот и вот именно это что то что вы видите на съемке а я таких уже не одну сотню показывал фотографий вместе с вами мы с вами самая лучшая в стране группа мы не оформлены у нас нет это никаких званий кроме шаманы вот крупнейший садовод правда не вы а другой так обозвал меня с трибуны съезд садовода в россии меня тоже приглашали я не поехал все думаю хватит а чтоб еще я там минхар схватил когда меня будут подносить и обзывать с трибуны вот это потом мне латинком все передал вот и вот получается что видите обманчиво мнение что они были посажены или так может чуть кажется что чуть углублены или просто лежали на парке еще раз говорю уважаемые ученые поймите они все были закопаны вот а это значит что вот это вот самая вещь вот такая еще раз мы заканчиваем 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 вот это чем разбрасывать по поверхности не разбрасывали по поверхности сто процентов что небезызвестный садовод это я вам не с кем было больше воевать и один за все это отчитываясь и отдуваясь за все как называть за всю садовая общественность любители вот здесь страшно 1 комедия течения резать резать и ковырять страшная ошибка вот очень большая ошибка мелкие низкие качества значит не надо уже льду писать и не будет ни хрена садов ваулин то выписал результаты у него получились лучше моих почему объясняю потому что я между делом что эти делаю а это его профессия раз и там по челябинском намного теплее чем у меня в этом я показывал таблицы средне зимних температур как сделать вот это позвоните ему ваулин он же ваш он же в ваш этот как вы же со мной команды попросите у меня у меня его реферат у меня его этот самый страница где все это у меня его доклад доклад сенсационный доклад ну забыл железо упомянуть ну бывает видимо склероз уже ранее вот благодаря кому все это ну и наконец вот это самое страшное когда самое страшное когда закапывают кошки вот тут написано лучше от грести если надо выкрыться от стволиков сенцы в лишнюю землю я вам точно говорю до 5-6 сантиметров закопают вся страна закапают садовод еще круче и ваш это когда я не намекаю где где и когда он написал 10 сантиметров бород задел 10 только фавильи не называю а статья у меня есть хотите я потом отдельно покажу что я не болтун я ничего не преувеличиваю что такая статья была 10 сантиметров было когда он первый сад посадил из тычкосиков весь сад у него умер вот вами 10 сантиметров ну ладно так про это я сказал вот ваши ученики сажен свой это самое арану ковырял по вашему методу это принято вот это дерево да еще раз я спас уральские налево великолепные вкусные плодики вы скажете она должна быть два раза крупнее мне кажется выражаешь больным для для маленького маленького дерева сильно большого поэтому это но этого русского рима вот его родитель родителя уничтожил человеку которая пятнадцатом году купил участок рядом через дорогу его занятие главное было как садовода уничтожать нижние скелетные ветки до высоты головы и ну а я уже уже купил продолжал следить проезжали уже у меня не больше двух-трех лет все три прекрасней сегодня а у меня же есть кино а урожаев три слоя лежат плоды прекрасно ну как так можно было но все это было уничтожено ну а теперь глядите внимание вот это современный снимок сделан прошлом году в сентябре вот это родители отсюда взял веточку вот они веточки видите а теперь глядите внимательно где штамп когда мы вот мы с вами отучим всю страну я прошу куда все присоединяйтесь к нам или мы к вам у вас вы сейчас круче вы ведете общероссийский канал вот а он на дальнем праздне справа видели границки хороши нет мне кажется хороши даже и химия в саду уже обеспечен витаминами соками вареньем компотами всем чем угодно ну это то вот то что это еще ладно даже уральская наливной диковин сколько человек написала они на урале питомниках выписывают саженцы саженцы нихрена не растут догадались почему искусственное корме посадил он в одной паре там три корешка в шевеньке а вы посадите на корневой воду посадите на сиенец одна коронетка вырастет огромная таки знаете до трехэтажного дома вы замучаетесь потом с нее урожай собирать потом выдумали вместо такой уронетки вот такой или такого это даже вместо вот этого и то надо десяток этих иметь чтобы хотя бы с 10 дали вот такой урожай вот прощай у меня дрова пригодились вот это питомник это еще не привитые абрикосы у них есть одна особенность я вам рассказывал каждый год говорю ведь я там начал за всю увеличиваю за всю историю уже скоро будет 40 лет ни один абрикос не погиб вот из этих из многих тысяч тысяч ни один причем все пересаживаю потому что с косточки сегодня у густо невозможно привить и помню только 4 которые а здесь же склон видели вот и только 4 я сам вырезал потому что у них это облазило хоро основание не были живы и просто не мешались взял чтобы потом что не давали вот это вот качество слабость к выприванию не передавалось ну из тысяч четыре потерял причем сам их уничтожил ну как неполноценный